Друзья, сегодня мы с вами будем общаться об iCloud хранилище, что это такое, как это работает и как его использовать. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. А спонсор данного видеоролика Moneyback, сервис который поможет вам вернуть деньги за донат в играх с Play Market App Store. Услуги Moneyback не требуют предоплат, они делают свою работу, возвращая деньги на ваш счет. А вы в качестве благодарности оплатите утвержденный процент от суммы возврата. Moneyback работает в рамках закона, пользуясь лазейками в договорах оферты. Вдруг вы в течение года надонатили в играх сотни долларов, тогда вам прямая дорога к менеджеру Moneyback по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Ситуация проста, то есть, как понимаете, у нас есть два хранилища в iPhone, это то есть фактическое, то которое оно и есть у нас на самом устройстве, то ли iPhone, то ли iPad, не имеет значение. И виртуальное хранилище. Для iOS устройств это iCloud, для Android устройств это Google Photo, чтобы вы понимали. Но, почему я привожу пример именно Google Photo, потому что это будет ваше дополнительное хранилище, которое мне немножко позже расскажу. А пока давайте приступим, что входит в копию iCloud и что можно туда хранить. Для начала идут стандартные 5 гигабайт вашего хранилища, то есть туда входит ваша резервная копия данных, вашей iOS, ваших данных, это фото, видео, заметки, контакты и данные приложения. То есть, все то, что вы выберете в этом разделе, то и будет там храниться. Давайте конкретно приступим уже наглядно, визуально, чтобы вы понимали, как это выглядит. Все то, что у вас есть на телефоне, все данные просто все хранятся в разделе iCloud. Переходим в настройки, самый верхний пункт, вот по вашей учетной записи, iCloud, хранилище. Вот, как видите, фото, резервные копии, вот связка ключей, а это именно все те пароли, которые вы ввели в Safari, еще где-то полностью, полностью все эти пункты, которые вас интересуют, сообщения и так далее, и так далее. По приложениям ставите ползунки вправо, видеолап и пен мастер я убрал, это мне не нужно. Видите, тоже раздел в iCloud входит файлы, файлы выглядят iCloud Drive, вот, как видите, заметки. Это вот, вот эта вот папочка, которой вы здесь данные храните, по сути. То есть, вы также можете сюда отправлять, выгружать всю музыку, скачанную, неважно, фото, видео и так далее, и так далее. Вы все можете загрузить сюда, и оно точно так же будет храниться, чтобы вы имели в виду. Обязательно отмечайте контакты, сообщения, все то, что вам важно, оно будет входить в резервную копию. Если вы задаетесь вопросом, как выгрузить с компьютера, когда вы подключаете устройство к компьютеру, то есть, у вас уже должен быть скачанный iTunes, и всегда в резервную копию. Также вам предложит iTunes уже сразу установить iCloud Drive. Устанавливайте, и вам будет проще оттуда все вытягивать, как с файлов, так и с самого iCloud. Точно так же, когда вы будете делать резервную копию, вы всегда можете перейти в раздел «Диск С», если вы туда установите iTunes, и оттуда уже сможете вытащить данные. То есть, когда вы делаете резервную копию, все те папки, как у вас в фото, будут храниться, они точно так же, аналогично будут выгружены туда. То есть, как вы понимаете, основные фото у вас выглядят вот так вот, а те, которые нижние, вот общие альбомы, вы их там все можете просмотреть, это уже те фото, которые находятся в iCloud хранилище, именно в iCloud облаке. Вот это вот так вот, в принципе, все и выглядит. Так вот, друзья, если вы не хотите покупать дополнительное хранилище, как я в данный момент купил себе, я плачу всего лишь 1 доллар в месяц, и я имею при этом 50 гигабайт. Но если вы не хотите, есть такая возможность, как хранить в Google Фото, то, о чем я ранее упоминал. Там есть точно так же примерно 50 гигабайт хранилища, раньше это было без лим, сейчас ограничили. И вы можете там хранить свои оригинальные фото, видео вообще без проблем. Поэтому вот, как-то так. Если будет что-то непонятно, обращайтесь, я всегда с вами 24 на 7. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Дальше больше, скоро увидимся. Продолжение следует...